Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Прямо сейчас со мной на связи известный российский журналист Игорь Яковенко. Игорь Александрович, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Игорь Александрович, начать я предлагаю наш разговор с начала сухопутной операции Израиля в Газе. В параллельном голосовании в ООН, где 120 стран высказались за немедленное прекращение огня. И кажется, ну, по крайней мере, видится вся ситуация, оборачивается, несмотря на, ну, условно для израильтян, как бы, благие цели они преследуют этой спецоперации сухопутной на территории Газа. Но мир как бы против. Что вы думаете об ударах Цахал по Газе? И, собственно, насколько мир может повлиять вот этим рекомендательным решением в Генассамблее ООН на действия Израиля? Давайте попробуем разобраться, кто такой мир. Значит, 120 стран высказались за прекращение огня. Гутерриш до этого заявил, что вообще на самом деле Хамас возник не на пустом месте, не в вакууме. Тоже такое заявление. Кстати говоря, это заявление, когда израильская делегация потребовала отставки Гутерриша, то за него заступились. В том числе заступились немцы. Сказав о том, что, ну, зачем же отставка? Ну, да, человек, может, что-то не то сказал, но, тем не менее, зачем же отставка? Значит, ситуация, если разобрать вообще вот эту ситуацию в истории, то это не первая, и не вторая, и не третья резолюция, осуждающая Израиль за то, что Израиль просто пытается выжить во враждебном окружении. С самого начала Израиль находится в таком состоянии, ну, если брать вообще еврейский народ, то он несколько тысячелетий находится в состоянии, когда его пытаются уничтожить. Но последнее время после создания государства Израиля, Израиль начал, еврейский народ начал защищаться. И вот это вызывает отрыв, недоумение у людей, которые привыкли, что евреев можно всегда просто убивать безнаказанных. И вот это вот из этой серии, понимаете, когда Хамас убивал евреев, то огромное количество людей, ну, скажем так, арабская улица плясала и танцевала по этому поводу. Вот, а когда Израиль начал отвечать и начал пытаться уничтожить Хамас, а без уничтожения Хамас Израиль существовать не может в нынешней ситуации. Ну, просто вот существование Израиля и одновременное существование Хамас параллельно невозможно. Просто это исключено. Потому что если остается Хамас, то это будет означать, что Хамас все делает правильно. Это означает, что так можно. Что в следующий раз надо просто тщательнее подготовить и убить уже не полторы тысячи израильтян, а убить, например, 10 тысяч. Ну, а там постепенно, потихонечку идти к окончательному решению еврейского вопроса. Вот это такая ситуация. Теперь, с другой стороны, мы смотрим на ситуацию с этими заявлениями и с задачей, которую Израиль должен решить. Израиль должен решить задачу, которую никто никогда в мире до него не решал. Ему надо уничтожить Хамас и при этом не убить миллион или два миллиона палестинцев. Как это сделать в условиях сектора газов, где вот этот подземный город многоэтажный с площадью больше, чем надземный, где плотная застройка, где вот эти два миллиона палестинцев, на самом деле, ну, они, конечно, мирные, потому что по большей части они без оружия, но они точно так же настроены на уничтожение израильтян, как и Хамас. Большая часть их. На самом деле, ведь Хамас действительно, здесь Гутерриш прав, он возник не на пустом месте. Но он возник не на пустом месте не в том смысле, о котором говорил Гутерриш, а в том смысле, что он был избран. Его избрали палестинцы. В 2006 году, ну, за партию Хамас проголосовало, она, правда, иначе называлась, но это неважно, это был Хамас, проголосовало 44%, но по мажоритарке было избрано более 80% хамасовцев. Поэтому Хамас поддержан. И за период с 2006 года полная власть над сектором газа привела к тому, что население сектора газа в значительной степени, ну, в общем-то, это и есть Хамас, население. Поэтому как уничтожить Хамас, не уничтожив значительную часть населения Палестины, это та задача, которую Израиль сейчас пытается решить. Дело в том, что когда вот мы постоянно и в наших с вами разговорах периодически пытаемся сравнить нынешнюю ситуацию со Второй мировой войной, но мы, ну, многие, по крайней мере, не учитывают то, что за это время, сейчас вот мы в 20-х годы 21 века находимся, и совершенно другая, я бы сказал так, культурно-этическая ситуация. Если во Второй мировой войне мир, в общем-то, ну, в целом нормально отнесся, ну, скажем так, немножко похмурился, но более-менее принял Хиросиму и Нагасаки уничтожение двух больших мирных в основном городов ради того, чтобы сохраниться, не, так сказать, не жертвовать своими солдатами для того, чтобы там запугать Сталина и так далее, мир в целом отнесся достаточно лояльно к бомбардировкам Дрездена, когда погибали мирные граждане, но сейчас мир другой, и сейчас мир не может проглотить уничтожение, ну, скажем так, сотен тысяч палестинцев, и поэтому задача Израиля как раз сделать так, чтобы уничтожить Хамас, и при этом параллельно не уничтожить критическую какую-то массу палестинцев. Какая-то критическая масса, вот, задают вопрос, а сколько, вот, сколько мир может проглотить, это, знаете, вопросы софистические из области, знаете, мультфильм такой был, значит, про мартышку и удава, значит, а три ореха – это куча, а четыре – это уже куча и так далее. То есть, вот, сколько критическая масса жертв среди мирных граждан для того, чтобы мир это не стерпел, это вот вопрос риторический. Ну, ясно, что это вопрос, как бы, будет, это вопрос интерпретации. У меня нет ни малейших сомнений, что какая-то часть, там, условная Арабская улица, она, ну, поет и пляшет при виде полутора тысяч убитых израильтян, но даже при виде одного палестинца она будет скорбить, плакать и возмущаться. А вот как на это отреагирует значительная часть евроатлантической цивилизации – это большой вопрос. И да, действительно, уже сегодня существует довольно сильное противостояние Израилю, в том числе и в европейских, в странах Северной Америки и так далее. Санкции ведут? Опять-таки, кто ведет санкции? 120 стран, которые за прекращение огня, прекращения огня не будет, значит, что санкции? Значит, опять-таки, санкции вводит кто конкретно? Санкции могут ввести, например, там, арабские страны, да? Санкции могут ввести, но Израиль это переживет. Есть стопроцентная уверенность, что санкции не будут введены решением Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Это стопроцентная гарантия, этого не будет. Санкции не введут Соединенные Штаты Америки. Санкции не введет Великобритания. Я думаю, что маловероятно, что санкции введет ФРГ. И, в общем, на самом деле, понимаете, у Израиля ведь очень простой выбор. Находиться в состоянии постоянной угрозы уничтожения, а сохранение Хамаса – это постоянная угроза уничтожения. Либо, так сказать, вот оглядываться на Гутерриша, на 120 стран, на возможные санкции со стороны арабских государств. Я должен вам сказать, что за свою несколько тысячелетнюю историю еврейский народ и еврейские государства, которые были, они не раз проходили через гораздо более тяжелые испытания, чем те, которые сейчас существуют. Это и уничтожение со стороны Ассирии, это уничтожение со стороны Вавилона, это и египетский плен, и гонение, так сказать, по Европе, и Холокост. Все это было. Где все эти, где Ассирийское государство? Не помните? Где Вавилон? Науха Доносор II, который уничтожал евреев. Где Гитлер? Ау. Их нет. Вот. Значит, с самого начала создания еврейского государства в 1948 году, с первой же минуты, Лига Арабских государств объединилась для того, чтобы уничтожить еврейское государство. Израиль победил. Он побеждал и в войне Судного дня, и в войне 1968 года. У меня нет ни малейших сомнений, что он победит и сейчас. Сама атака Хамас, она была связана с тем, что, в принципе, возникла ситуация, когда арабский мир, в принципе, готов был уже начать движение в сторону, не просто признания Израиля, а к прекращению вот этого противостояния на Ближнем Востоке. Готовилось большое соглашение с Саудовской Аравией. И, ну, надо просто отдавать себе отчет, вот идиотам типа Гутерриша, надо просто отдавать себе отчет, зачем... Да, действительно, Хамас возник не на пустом месте. Но это не пустое место, совсем не то, о котором говорит Гутерриш. А не пустое место, это было готовящееся соглашение с Саудовской Аравией. Ровно это было не пустое место, потому что вот эти протянутые руки через весь Ближний Восток, с одной стороны, еврейского государства, а с другой стороны, самого авторитетного на Ближнем Востоке арабского государства, Саудовской Аравии, они в корне изменили бы ситуацию. И они создавали условия для возникновения, для создания действительно реального палестинского государства. Да, это долгий, тяжелый процесс, но это был шанс. И второе. Израиль, несмотря на огромные ошибки правительства Израиля, но тем не менее, потихонечку шло движение внутреннего изменения внутри сектора газа. Последние годы Израиль все больше и больше выдает и выдавал жителям сектора газа разрешение на работу в Израиле. Я вот после того, как вынужден был уехать из России, полгода находился на лечении в Израиле. И я встречал довольно много арабов, в том числе и палестинцев, жителей сектора газа. Который немного, жителей сектора газа немного, но встречал. И находясь в Израиле, эти люди, ну были там какие-то случаи, я знаю, что были случаи, когда человек приезжал на работу в Израиль и совершал теракт. Но это исключение. А в основном это были люди, которые, находясь в Израиле, жители сектора газа, палестинцы, они нормально работали и они, в принципе, получали прививку от Хамаса. И чем больше жителей сектора газа приезжали в Израиль на работу, тем в большей степени они нормализовались. То есть, они получали прививку от Хамаса. Они получали прививку от существования в той ситуации, когда главная задача не самим быть счастливыми, а главная задача убить израильтянина. То есть, вот изначальная установка вот этой, так сказать, части арабского мира, задача которой была не создать палестинское государство для того, чтобы устроить нормальную жизнь вот на этом теплом берегу Средиземного моря. А задача заключалась в том, чтобы не самим быть счастливыми, а убить людей, которые живут рядом. Вот такая была установка. И вот эта установка менялась под воздействием двух вещей. Под воздействием грядущего договора с Саудовской Аравией и постепенного такого вот, я бы сказал, прививки палестинцам против Хамаса, который реализовывался благодаря тому, что все большее количество палестинцев получали разрешение на работу в Израиле. И потом, возвращаясь уже к себе, они были другими людьми. Да, пока критическая масса этих людей невелика, но движение в сторону, так сказать, отлучения от Хамаса наметилось. Именно поэтому Хамас начал вот эту атаку террористическую, для того, чтобы прекратить этот процесс. Это была главная цель. Там были другие цели, там были другие интересанты. Это Иран, безусловно, это та же самая Россия, которая, безусловно, является бенефицаром этого. И, ну, просто тому есть прямое доказательство, потому что первый визит к международной делегации Хамас совершила не в какую-то арабскую страну. Не в Саудовскую Аравию, не в Катар, не в Тегеран, не в Иорданию. Они приехали в Россию. Они приехали, что называется, к старшему брату. Они приехали к своей крыше, для того, чтобы договариваться о том, как дальше уничтожать Израиль. Об этом прямо сказал представитель делегации Хамас в России, который сказал, зачем вы приехали, когда его спросили. Он сказал, мы приехали договариваться о том, как дальше противостоять мировому сионизму и американской агрессии. Вот прямым текстом. То есть, задача – это уничтожение Израиля, в переводе на русский язык. То есть, на самом деле, вот здесь и Хамас совершил эту атаку для того, чтобы предотвратить те процессы, прекратить, пресечь, разрушить те процессы, которые реально могли изменить ситуацию и могли заложить основы для создания палестинского государства. А сейчас этот процесс откладывается на долгие годы. Знаете, много есть, это вот когда две морды войны смотрят в зеркало, да, вот, или друг на друга, много есть похожих вещей. Уши, там, клыки, ну, скажем так. И много это как бы стимулирует проводить параллели. Первая, конечно, параллель, которая напрашивается после прибытия делегации Хамас в Москву, будет ли Палестинская Народная Республика и включит ли ее Путин в свой состав, в состав Российской Федерации. Ну, понятно, что это больше юмор, наверное, но, тем не менее, знаете, в каждой шутке есть доля шутки. Сегодня в Турции митинги Эрдоган всех призвал выходить на улицы, показать миру, что мы против угнетения палестинцев, против вот такой политики США. Старбаксы, до этого Макдональдсы, которые, как бы, благотворительно, ну, скажем так, благотворительным образом там собирают средства, перечисляют в помощь Израилю, воспринимаются как враги. Соединенные Штаты воспринимаются турками уже как недружественное государство и даже поговаривают о возможности, как бы, убрать базу США из Турции. Просто я уже акцентировал на своем канале на этом моменте, понятно, что это только идеи, это там треп политиков, понятно, что, но это вот зерно, ведь по большому счету холодная война, вот эти все, скажем так, исторические процессы противостояния, база в Турции, американская, это прям, ну, такой поворотный момент вообще в устройстве миропорядка. И когда о ней только заговорили, понятно, что стоит, какие цели у разных осей игроков за кулисами. Что вы думаете насчет отношений России и Хамас, роли Турции и какие шаги, ну, кроме митингов, будоражащих совесть и моральное, как бы, чувство восприятия войны людей, шаги будут предприняты? Ну, это разные вещи, давайте все-таки по пунктам, да. Значит, первое, что касается отношений России и Хамас, я думал, что я уже ответил на этот вопрос, мне так казалось. Первая страна, которую посетила делегация Хамас после 7 октября, после террористической атаки на Израиль, была Россия. Еще раз подчеркиваю, это была не Турция, это был не Катар, это был даже не Иран, не, так сказать, резиденция Хизбаллы, это была Россия. Какие планы у России на Хамас? Еще раз, еще раз, но если вы меня не будете перебивать, я скажу, хорошо? Значит, смотрите, Хамас поехал к своему старшему брату, поехал к крыше. Планы у России на Хамас поддерживать Хамас, потому что Россия является бенефициаром. Значит, я думаю, что, ну, идея создания Палестинской народной республики, это вас покусал профессор Соловей, это вам надо уколы обязательно, потому что это, ну, там, это не научная фантастика. Но, в принципе, конечно, Путин хотел бы, да, там, и Иерусалим сделать, значит, своим, там, своим городом, и Истамбул захватить, это давняя мечта Достоевского, вот, Константинополь вернуть, вернее, захватить. Вот, это понятно, что это там в мечтах, наверное, есть, но ничего, ничего этого близко не будет. Планы поддерживать Хамас, планы поддерживать все террористические, на самом деле, если шире смотреть, то планы Путина, это создать большой террористический фашистский интернационал, включив в него Хизбалу, включив в него Иран, включив в него Хамас, естественно, ну, как-то попытаться включить в него, там, периферийно КНДР, значит, ну, если получится Венгрию, там тоже есть такие предпосылки. В Словакия, вот, в эту сторону движется, то есть, условно говоря, ну, и различные политические партии, которые тяготеют к этому, там, альтернатива для Германии, там, еще другая партия, вроде как, создается. То есть, создать вот такой вот террористический фашистский интернационал. И здесь, конечно, Хамас тоже, он очень хорошо вписывается в этот вот интернационал. Вот планы Путина поддерживать Хамас, дестабилизировать ситуацию в Израиле. Российский телевизор гораздо более откровенны, чем Путин об этом говорит. Когда с самого начала произошла атака Хамаса на Израиль, то однозначно многие обитатели российского телевизора, они просто разложили это на столе, вот эту ситуацию. Говорят, мы за кого здесь в этой ситуации, Хамас или Израиль? Ну, конечно же, Хамас. Почему? Потому что против, за Израиль наш враг Соединенные Штаты Америки, против Израиля и за Хамас наш друг Иран, ну, ясно, на чьей стороне мы. Мы, конечно, за Хамас. Вот ответ на ваш вопрос по поводу того, какие планы у Путина в отношении Хамаса. Мне кажется, здесь сомнений особых нет. Второе. Что касается Турции. И не только Турции, но и других стран, которые здесь в этой игре участвуют. Иран, Иордания и другие. Значит, Турция. Эрдоган претендует на лидерство в исламском мире. Ну, кстати говоря, не он один. Кадыров, кстати говоря, тоже претендует на лидерство в исламском мире, поэтому он однозначно за Хамас. Все, кто претендует на лидерство в исламском мире, они выступают в поддержку Хамаса. Опять-таки, если есть претензии на лидерство. И Эрдоган, который претендует на лидерство в исламском мире, он однозначно за Хамас. Здесь он мог бы оказаться на такой растяжке, потому что Турция член НАТО. Турция вроде бы как когда-то, ну, скажем, инерция правления Ататюрка, она существовала. Когда-то Турция хотела вступить в Евросоюз. Турция член НАТО. У Турции американская база. Но Эрдоган все-таки довольно жестко, вот его поворот в сторону, противоположную движению, которое задал Ататюрк, оно срабатывает. Эрдоган – это такой традиционалист, националист, сторонник вот этих вот традиционных исламских ценностей. Поэтому его претензия на лидерство в исламском мире, она здесь доминирует. И плюс еще претензия на том, чтобы создать большой тюркский мир. Это доминирует. Поэтому он сейчас вот против Израиля, он заявил о том, что Хамас – это никакая не террористическая организация. Это освободительное движение. То есть слова все сказаны. Что касается того, насколько реально на сегодняшний момент Эрдоган может оказать поддержку Хамасу, военную поддержку. Ну, я думаю, что это крайне маловероятно. Крайне маловероятно. Точно так же, как Иран. Я думаю, крайне маловероятно, что Иран сегодня попытается встрять в эту историю. Значит, закончим насчет американской базы в Турции. Да, это очень опасная история. Но все-таки Эрдоган, в отличие от Путина, в этом его существенное отличие, он не безумен. Он достаточно рациональный человек. И я не исключаю, что он может… Я не утверждаю этого, но я не исключаю, что он может остановиться перед вот этим решительным шагом уничтожения, ликвидации американской базы. Потому что это очень серьезная история использования, в том числе и военного потенциала всей Североатлантической коалиции. Поэтому я не уверен в том, что Эрдоган здесь пойдет до конца. Он достаточно рациональный человек, спокойный, несмотря на такую брутальность, на темперамент. Он достаточно спокойный и рациональный человек. История его отношений с Путиным это доказывает. Вот. Поэтому я не думаю, что Эрдоган пойдет на крайнее обострение. Значит, отдельная ситуация – это, конечно, Иран. И здесь я хочу вам по секрету сказать одну вещь, в которой я убежден. Дело в том, что руководство Ирана, все вот эти вот религиозные фанатики, они на самом деле воинствующие безбожники. У меня есть доказательства. Дело в том, что они все, вот эти аиталы, они, ну, есть фанатики, есть религиозные фанатики, которые готовы жизнью пожертвовать ради торжества и идеи мусульманских. Но вот эти верхушки, они безбожники, потому что они точно знают, что после смерти их никакие 72 девственницы не ждут. Тому есть доказательства. Когда убили Сулеймани, это, ну, главный герой был Ирана, как вы знаете, глава Стражей Исламской Революции, корпус Стражей Исламской Революции, то американцы его убили. То было огромное количество выступлений, все, Америке конец, там, 11 сентября вам покажется раем, вот, все, сейчас все, сейчас всех порежем, всех зарежем. Вот, ничего же не было. Ничего не было. На сегодняшний момент старенький Байден подогнал к берегам Израиля, к берегам сектора газа, подогнал два авианосца. Вот тихо, спокойно они стоят. Две авианосные группы. Форт и Эйзенхауэр. И вот эти две авианосные группы, они такой молчаливый аргумент, и все прекрасно понимают, что если там что-то начнется, то произойдет следующее. Для начала будет уничтожено Хизбалла. Хизбалла гораздо более мощное террористическое объединение, чем Хамас, но в отличие от Хамас, Хизбаллу можно уничтожить, не уничтожая большое количество мирных граждан. И поэтому это будет сделано. Просто Хизбаллы не будет. Вот всех, сколько там, 50-80 тысяч боевиков Хизбаллы, они будут уничтожены. Это произойдет сразу. После этого будет уничтожена военная инфраструктура Ирана. Это тоже будет сделано. Как только начнется, вот если то, о чем говорят, там большая война, значит, исламский мир, там, полщица уничтожит Израиль, этого не будет. Будет просто уничтожен военный потенциал главных игроков, так сказать, на Ближнем Востоке. Вот. И Эрдоган это тоже понимает. Поэтому не сунуться. Они рациональные люди. Они все безбожники, руководство. То есть, лидеры Хамаса не находятся в газе. Они находятся кто в Катаре, кто в Катаре. В сегодняшний момент, я с утра не смотрел новости, главный лидер Хамаса, вот этот Хани, насколько я знаю, Эрдоган его попросил вообще покинуть. Ну, тоже так, маленький штрих, понимаете. Публично, громко. Очень многие вещи делаются полупублично. Вот по поводу того, что нужно изгнать американскую базу, громкий разговор. А по поводу заявления Эрдогана, чтобы Хани, вот лидер Хамаса, покинул Турцию, это было тихо сказано. Но в прессу это просочилось. Вот, понимаете, поэтому это многослойная история. Поэтому, да, вероятность, вообще вероятность смерти человечества, она существует. И вероятность Третьей мировой войны большой тоже есть. Но, на мой взгляд, она сейчас не очень велика. Я просто в этом контексте хотел бы о России несколько слов. Какая-то интересная мода пошла. То представитель Израиля в ООН демонстрирует булыжник. За ним следом выходит представитель России и демонстрирует осколки. Хаймарс, Шторм Шэдоу, Моус, смотрите, Украина стреляет по Чангарскому мосту и прерывает поставки продуктов в Крым. Вот такие террористы. Причем вот эта мода, она как раз относится к тому, о чем я говорил выше. Какие-то вот элементы пытаются зеркалить друг друга. И это наводит на абсолютный сценарий всего происходящего. Когда Россия показывает... Ну, смотрите, когда там Порошенко приезжал с куском от автобуса и показывал, смотрите, вот в Волновахе был взрыв. Когда там, понятно, Украина делала некий перформанс. Разные были перформансы, имеются в виду на политических встречах. Это воспринималось как, ну, понятно, да, то есть есть сильный противник Российская Федерация, есть слабая Украина. И мы показываем, что, ну, скажем так, мир, обратите внимание, защитите слабого от сильного. А Россия что показывает обломками Шторм Шэдоу? Россия пытается, пытается создать, ну, Россия в данном случае тоже воспринимает, пытается создать ситуацию, при которой она воюет не с Украиной, она воюет со всем миром. То есть Россия же, как утверждает российская пропаганда, российский телевизор, как утверждает Путин, она тоже воюет с гораздо более сильным противником. То есть во всякой ситуации, вот, как бы, изображая сценку борьбы Давида и Голиафа, никто не хочет быть Голиафом. Ну, Голиаф какой-то такой, он большой, волосатый, он очень глупый. И главное, что он всегда проигрывает. Все хотят быть Давидом. Статую Давида видели? Красивый. Все хотят быть Давидом. Поэтому Россия тоже хочет быть Давидом. Получается плохо, но хочет быть Давидом. В ситуации войны против Украины Россия это Голиаф. В ситуации войны со всем Западом Россия это Давид. Вот и все. Хотят быть Давидом и все. Получается плохо, понимаете. Вот Украина получается, у России нет. Но очень хочется. Хочется быть красивым. И хочется быть победителями в конечном итоге. И хочется вызывать симпатии. Не очень получается, но пытаются. Ну, в Украине тоже определенная проблема с этим. Потому что, ну, опять-таки, понятно, что это может быть лютая конспирология. Но Зеленский поехал в Америку. Началась история, ну, и быстро закончилась. В общем, с Арменией, Карабахом и Азербайджаном. Как вот, как по нотам. То есть, тут уже все собрания в Америке, да. Вот ООН, встречи, все. А вот, смотрите, Азербайджан возвращает Арцах или там Карабах. Сегодня Мальта. 50 с лишним стран. Конечно, поддержка Украине. Часть включится по скайпу, часть приедет лично. Не будет Китая, хотя прошлый раз в Джиде Китай был. Понятно, что России не будет. В общем, как бы вот, казалось бы, да, много надежд на продвижение формулы мира Зеленского, на поддержку Украины. А мы видим начало сухопутной операции и полностью фокус уходит туда. Это какой-то план, как затереть Украину? Нет. Я думаю, что, понимаете, приписывать абсолютно всем странам мира, что они что-то делают для того, чтобы либо помочь Украине, либо навредить, это тоже такой сбитый фокус. Да, события в Украине, война России против Украины, это, видимо, все-таки центральное событие сегодняшнего этапа мировой истории, но это не единственное событие. И поэтому вот для многих россиян, например, болезнь зрения – это такой вот Россия-центричный взгляд на мир. И когда россияне там оказываются за границами, за границей они с удивлением убеждаются в том, что Россия-то на самом деле на периферии. И там в Европе, и в Америке. Ну да, сейчас она привлекла внимание своим террористической сущностью, то есть на террористов обращают внимание. Но в целом она на периферии. У украинцев тоже есть понятный, вполне украиноцентричный взгляд на мир. Украина очень важный, важный субъект, все возрастающий важность Украины как субъекта политических отношений, как игрока в мировой истории, она резко возросла, резко возросла, она совсем уже другая, она гораздо больше стала. Но Украина не единственный субъект в мировой истории. Есть и другие, поэтому когда говорится о том, что все, что делается, это делается либо для Украины, либо против Украины, это ошибка. Я думаю, что то, что происходит, это... Понимаете, когда возникла ситуация войны в Израиле, то, естественно, фокус внимания сместился туда. Это не значит, что Украине перестали помогать. На самом деле, знаете, я очень люблю, в любых спорах многое решают числительные. Цифра. Давайте. Помощь сократилась 20% от предыдущих месяцев. Давайте по цифрам. Одну секундочку. Давайте по цифрам. Скажите, пожалуйста, вот тот пакет, который Байден предложил Конгрессу, вот сейчас, к сожалению, прервалась вот эта вот бесспикерская ситуация в Палате Конгресса, и вот он сейчас будет рассматриваться. Скажите, пожалуйста, какие цифры там на поддержку Украины, какие на поддержку Израиля? Помните? 60-10, да. Нет, ну не 10, ну что же вот так уж совсем. 13, да. 14. Значит, 60 Украине, 14 Израиля. Ну вот цифры реальны, понимаете? 60 Украине, 14 Израиля. Да, более того, значит, вот помощь, было сказано, что помощь не будет сокращена. Что-то, что-то когда-то, я не знаю, по каким параметрам вы считаете, что сократилась помощь. От чего она сократилась? По месячную, я считаю, есть уже все графики, и последние 150 миллионов пакета помощи от Соединенных Штатов Америки воспринимаются как на чай. Да, спасибо, есть Дания, которая вроде как, ну, партнер Америки, вроде как 450 миллионов будет выделять, да, но как бы тоже стандартный пакет для Украины. Вот если брать разбивку по месяцам, ну, динамика, то октябрь провален. Ну, опять-таки, еще раз фиксирую, значит, бывают разные месяцы, я еще раз подчеркиваю, вот есть пакет, пакетная помощь, которая четко говорит о том, какие пропорции. 60 миллиардов, миллиардов, не миллионов, а миллиардов, в Украине 14 миллиардов Израиля. Вот и все. Вот соотношение помощи, которая, да, если брать, понимаете, если брать медийную сферу, то, наверное, можно считать, что, так сказать, вот на первых полосах газет больше, наверное, я не знаю, я контент-анализ не делал, но я думаю, что, наверное, ну, так, на вскидку, больше разговоров об Израиле. Хотя вот та пресса, та зарубежная, в том числе пресса, которой я пользуюсь, там на вскидку пополам. BBC, CNN, что еще? Ну, вот BBC, CNN, Force я давно не знаю, ну, не знаю, тем более Force там купил какой-то наш. Вот, но в любом случае примерно пополам. Да, я не исключаю, что все-таки многие газеты, многие телеканалы больше сейчас говорят о Израиле. Но если по деньгам, 60 на 14. Вот цифра. Ну, это пакет не принятый, вряд ли будет принятый. А это кто вам такое сказал? Ну, это следствие избрания Джонсона, инициатива по разделению пакетов помощи, затягиванию процесса. И, судя по всему, ну, условно, да, будет контроль за каждой копейкой, и, соответственно, сокращение, порционность еще больше. То есть, тут, как бы, понимаете, эти 60 могут легко превратиться, они и до этого превращались, то есть, не в те деньги, которые нам выделялись, поступали в Украину, там, не все, да. Большинство оставалось в самих Соединенных Штатах Америки, но, как бы, оптимизмом меньше, гораздо. Слушайте, какие-то сказки вы рассказываете, что деньги оставались в самих Соединенных Штатах Америки. Украина вообще, по идее, по вашим оценкам, учитывая то, что Украина уничтожена экономика, и она живет сейчас за счет западной помощи, в том числе американской. Да. Поэтому вот эти сказки о том, что там помощь не оказывается, что все, вот русская усушка, все остается в Америке, это сказки, это вам кто, Андрей Лорионов рассказал? Смотрите, дело, дело не в Андрея Лорионове или, там, о людях, которые об этом говорят. Дело в целях. Понимаете, в чем дело? В целеполагании. Вот, исходя из текущей ситуации, которую мы наблюдаем, мы видим за уже, там, близящимся, скоро будет два года войны, что цели для того, чтобы освободить Украину, скажем так, до границ 91-го года, у Запада нет. Вы знаете, вот есть такой миф, распространенный в российской пропаганде, основанный на технологии проникновения в мозги западных лидеров. И, ну вот, например, долгое время, в том числе и Путин, говорил о том, что Запад собирается захватить Сибирь, поскольку считает несправедливым, что Россия владеет Сибирью. Откуда он это узнал? Об этом никто никогда не говорил. Но дело в том, что, значит, был такой генерал в Федеральной службе охраны, который опубликовал в российской газете интервью, где он говорил о том, что с помощью сверхсекретных технологий российские специалисты научились проникать в мозги западных лидеров. И вот они проникли в мозги Мадлен Олбрайт, американского политика, и прочитали там грязные мысли о том, что Мадлен Олбрайт думала о том, что, значит, несправедливо, что Россия одна владеет богатствами Сибири, и надо бы этих богатств поставить под контроль, значит, западного мира. Эта информация, то есть Мадлен Олбрайт никогда этого не говорила. Никогда. Но в ее мозгах покопались, из этих мозгов вытащили вот эту вот мысль, эту мысль опубликовали, и после этого уже все, кому не лень, стали говорить о том, что Запад собирается завладеть богатствами Сибири. Примерно то же самое делаете вы. Вы говорите о том, что Запад не собирается, Америка не собирается помогать Украине освобождать свою территорию. Вы это делаете на основе чего? На основе того, что Запад только и говорит о том, что необходимо освободить всю территорию Украины. Публичные заявления западных политиков ровно такие. Блинкин об этом говорит. Блинкин говорит, Украина сама будет решать, когда остановиться. Одну секундочку. Блинкин говорит о том, что мы будем помогать Украине. Столько, сколько потребуется. Столько, сколько потребуется. А Украина говорит о том, что... Вот Украина говорит, ну здесь же простая логика. Вот ее надо включать, а не пытаться копаться в мыслях людей, до которых вы докопаться не можете. Значит, Украина говорит, что наша задача освободить свою территорию. Так, ну Украина это говорит в лице Зеленского, в лице всех украинских политиков. Наша задача освободить свою территорию. Это пункт первый моего рассуждения. Пункт второй моего рассуждения. Запад говорит, мы будем во всем помогать Украине во всем, чего захочет Украина. Это тоже ясно и понятно. Вот из сложения вот двух этих простых мыслей следует простой и ясный вывод. Что Запад будет помогать Украине в освобождении своей территории. Вот и все. Когда? Слушайте, когда, ну простите. Нет, ну я, смотрите, я с полной ответственностью. Когда Украина в состоянии будет это сделать. И для этого Украине даются, да, можно сколько угодно говорить, что мало, недостаточно и так далее. Для этого Украине даются хаймерсы, для этого Украине... Сколько было разговоров? Да никогда танки не дадут. Танки даются. Никогда дальнобойные не дадутся. Сейчас атакам сдаются. У меня нет ни малейшего сомнения, что будут даны самолеты F-16. Более того, на сегодняшний момент нет даже разговоров о том, чтобы Украине дали томогавки. Но я уверен, что война, скорее всего, затянется, и Украины будут и томогавки тоже. Постепенно, постепенно идет дрейф в сторону того, что уже особенно, ну так не очень и возражают против того, чтобы война переносилась на территорию России. Четко, опять, вы постоянно подменяете тезис. Давайте вернемся все-таки к тезису. Запад поддерживает Украину в том, чтобы она освободила свою территорию. Опять-таки, ваше утверждение, что нет, основано на чем? Нет, я не говорю, что не поддерживает. Поддерживает. Нет относится к концовке, к финальной части. Освободить до границ 1991 года. Ну, чтобы Путин не победил, чтобы Украина не проиграла. Но это не чтобы Украина победила. Непонятно. Это какая-то софистика. Это какая-то софистика. Значит, еще раз. Это значит, что у вас, как это самое, в ларьке. 40 и 40, руб 40, сигареты не брали, с вас 2,8. Значит, я еще раз подчеркиваю простую и ясную мысль. Украина хочет освободить свою территорию до границ 1991 года. Это публичное заявление украинских политиков. Запад говорит о том, что он поддерживает Украину. Он пойдет с Украиной до конца. Это означает ровно то, что он пойдет с Украиной до освобождения своей территории до границ 1991 года. Ничего другого из сложения вот этих двух высказываний не следует. Все остальное – это попытка, значит, копаться в мыслях и читать то, чего там не написано. Понимаете? Да, на Западе есть разные политики. Да, безусловно. На Западе есть разные политики. Запад – это не корейская народно-демократическая республика, в которой есть один политик Ким Чен Ын. И, как он скажет, все остальные будут плакать и его поддерживать. Да, это демократия. Разные политики. Есть Трамп, который вообще говорит, что не надо помогать Украине. Да, он есть. А куда же? Он не может не есть. Потому что он Трамп. Да. Но он, кстати говоря, сегодня говорит одно, завтра другое. Он хозяин своих слов. Поэтому завтра он может начать критиковать Байдена за то, что он мало помогает Украине. Это, кстати говоря, тоже вполне возможно. Но вот есть Карл Слантакер, который полностью является, по сути дела, по факту. Не по финансам, а по факту сотрудником Russia Today и участником Соловьиного помета. Разные есть люди. Если вы их слушаете, тогда флаг вам в руки. Нет, ну смотрите, все вольны слушать всех. Это мое искреннее убеждение. Но делать правильные выводы. Поэтому мы с вами и беседуем. Поэтому вы делитесь своим мнением. Я задаю разные вопросы. А вы, друзья, пишите в комментариях, что думаете по этому и другому поводу. Лайк поставьте этому видео. Подпишитесь на Яковенко. Игорь Яковенко отмечен как пользователь YouTube. Ссылка в описании. Игорь Александрович, спасибо вам большое за ваше время и ваши мысли. Александр, спасибо вам большое за ваши вопросы и за ваше мнение. Всего вам доброго. Да, друзья, берегите себя. Увидимся. Добра и света.